В Павлодарской области вот-вот начнутся акции «Нерест-2022» и «Чистые водоемы». Это традиционные мероприятия для обеспечения охраны рыбных ресурсов и других водных животных в период их нереста. Рыбу будет нельзя ловить, даже если очень хочется. Рыбохозяйственный фонд Павлодарской области составляет водоем международного значения река Иртыш, водоем республиканского значения канала имени Каныша Сатпаева, а также водоемы местного значения, их 265. Как вам известно, ограничение сроков полным животным миром – это одна из мер обеспечения охраны рыбных ресурсов и других водных животных, среды его обитания, условия размножения, путей миграции. Она установлена законом об охране и воспроизводстве использования животного мира. С 15 апреля по 30 мая включительно вводится запрет на ловлю рыбы, а также с 1 марта по 15 июня действует запрет на ловлю артемия. В данный период запрещено рыболовство на всех рыбохозяйственных водоемах с любыми орудиями лова. Изда на катерах, моторных лодках, плавучих средствах с включенными двигателями в местах нерестилища. В целях создания условий для нереста рыбы инспекции в нерестовый период ограничено движение водного транспорта. В случае выявления нахождения или применения орудий лова на рыбохозяйственных водоемах указанные лица будут привлечены к административной ответственности. Несмотря на запреты и постоянный контроль, жители нашего региона выходят на водоемы и ловят рыбу. В прошлом году было заведено 33 административных материала. Наложены и взысканы штрафы на 660 тысяч. Изъято и уничтожено более 50 запрещенных оружий лова, 6 плавучих средств и 2 лодочных мотора. Всего у нарушителей обнаружили 327 килограмм рыбы. Водные ресурсы важно охранять и защищать. Например, уже в этом году были задержаны два жителя Аксу. Они выловили сетями рыбу, занесенную в Красную книгу. Теперь им за одну осыпь Нельма грозит уголовная ответственность. Дело уже находится на рассмотрении в суде.